Добрый день, меня зовут Алексей Щербаков. Сегодня я хочу рассказать о великом пиар-проекте товарища Сталина, который называется «Социалистический реализм». Итак, напомним ситуацию с литературой, которую я касался в одной из предыдущих лекций. К концу 20-х годов она была аховой. Дело в том, что все эти 20-е годы происходила борьба различных литературных группировок. И в результате с большим счетом победила Российская Ассоциация Пролетарских Писателей, сокращенно РАП, которая всех, в общем-то, задавила. Организация была многочисленная, она имела отделение чуть ли не в каждом райцентре, ну, по крайней мере, в каждом областном центре точно. И имела множество печатных изданий, и она была чудовищно агрессивной. То есть она всех, кроме себя, она считала неправильными писателями, непролетарскими, некоммунистическими и так далее. И с увлечением их травила. Ну, можно почитать, например, Булгакова, Маяковского, или Ильфа и Петрова, рассказы и филеетоны, вот как это все выглядело. Выглядело действительно гнусно. Тем более они имели, значит, такую привычку, они говорили от имени партии. Хотя никто им такого права не давал. Но поскольку наглость, нахальство второе счастье, то все это прокатывало. Хотя иногда их одергивали, но это не помогало. И вот в 1939 году товарищ Сталин, когда обратил внимание на литературу, вдруг понял, что литературу надо в пожарном порядке спасать. Потому что РАП это была, в принципе, организацией профессиональных халтурщиков, которые прекрасно понимали, ну, за редкими исключениями, что пишут они фуфло, ну, раз за это деньги платят, то почему бы и не писать? Ну, не на завод же идти работать. Поэтому в 1932 году появилось постановление ЦК ВКПБ о перестройке литературно-художественных организаций. Все литературные группировки были распущены. Но, честно говоря, к этому времени никого, кроме РАП-то, уже и не осталось. Все прекрасно понимали, значит, кого гнобят. И также все писатели, ну, кроме тех, кто, конечно, входил в данную структуру, они этому очень радовались. Ну, потому что достало. Кроме того, в том же самом постановлении было принято решение о создании Союза Советских Писателей. Того самого, который мы все знаем. Правда, создавали его очень долго. Аж целых два года. Там как-то шли какие-то интриги интересные. И учредительный съезд прошел в 1934 году. На нем присутствовало 592 человека. И из них около 33% были поэты. А всего они представляли 2000 человек сотрудников ПИРа. Ну, вот у меня, кстати, вопрос. А нужно ли государству столько профессиональных поэтов? То есть поэтов, которые только этим и занимаются. Больше ничем. Вот мне кажется, что многовато. Хотя, конечно, поэты, те, кто вот современные поэты, наверное, со мной не согласятся. Но вот, как видим, с литериатами было хорошо. Ну, а о самом Союзе мы расскажем немножко дальше. Дело в том, ну, какая была цель? А цель была обеспечивать идеологическое обеспечение строительства советской власти. Это был, по сути, грандиозный пиар-проект. И тут все честно. Когда там иногда упрекают, что вот таких-то писателей, которые вот продались, пошли служить коммунистам, хотя реально они коммунистов и не очень любили. Вот я всегда вспоминаю старый журналистский анекдот. Когда молодой журналист спрашивает у... То есть говорит старому, ты, дескать, сволочь, продался. А матерый волк газетный говорит, а вас когда-нибудь покупали? Ну, вот, видимо, предложили столько, что отказаться как-то были не в силах люди. Но тут еще какая тонкость. В 30-е годы пошло очень резкое изменение идеологии. Хотя многим кажется, что коммунистическая идеология, она как вот была после 17-го года, вот такой осталась до распада СССР. На самом деле это не так. Она поменялась, поменялась очень здорово, именно в 30-е годы. Это лучше все видно, если посмотреть на отношение к истории России, дореволюционной. В 20-е годы считалось, что все, что было до революции, это был сплошной мрак и трэш. И если было что-то хорошее, то это различные восстания. Там Пугачева, Разина, декабристов и так далее. А все остальное это было угнетение, бесправие народа, бесправие народа, антинародные войны. Считались все войны, которые вела Россия, антинародными. И так далее. Значит, и такую позицию можно понять. Потому что ведь в 20-е годы еще считалось, что мировая революция настанет, если не завтра, то послезавтра точно. Ну, а Октябрьская революция была только первым этапом этого великого процесса. И считалось, что вот вся история до этого, это только, так сказать, предыстория перед вот тем, что теперь будет. Сразми. И поэтому, ну и что там обращать на это особо внимание. Ну, оказалось, что с мировой революцией обстоит не так-то просто. И выживать придется во враждебном окружении имеющимися силами. То есть силами одной страны. Ну, точнее, была еще Монголия, но мы понимаем, что толку от нее не очень много было. А в этом очень помогает патриотизм. То есть повернулись, то есть официальная идеология повернулась в сторону патриотизма. И лучше всего этот поворот виден на примере стихотворения Константина Симонова «Поручик». Ну, я его полностью цитировать не буду, она длинная, но вот кое-что. Ну, перед этим напомню, о чем она. Там речь идет об эпизоде Крымской войны. О попытке англичан захватить Петропавловск-Камчатский. Ну, сразу скажем, что попытка провалилась. И вот по сюжету к коменданту крепости, то есть самому Петропавловск-Камчатский, приходит английский парламентер и требует сдачу. И требует сдаться. Заметим, кстати, что расклад там был такой, что сдаться можно было без всякого урона чести, по тогдашним представлениям. Потому что англичане имели подавляющее преимущество во всем. Почему они не взяли, это отдельная история. Ну, вот, цитата. «Что защищать? Заржавленные пушки, две улицы, то в лужах, то в пыли, косые гарнизонные избушки, кулачок ненужной никому земли, но все-таки ведь что-то есть такое, что жаль отдать британцу с корабля. Он горсочку у земли растер рукою, забытая, а все-таки земля. Дырявые обветренные флаги над крышами шумят среди ветвей. Нет, я не подпишу твоей бумаги. Так и скажи Виктории своей. Заметим, что флаги-то развиваются отнюдь не красные. И, да и вообще, по крайней мере на тот момент, Камчатка это была, ну, совсем неисконно русской землей. Это была колония, так вот, честно говоря. Но, тем не менее. А почему должны отдавать? Это наше, и все, и пошли мы нафиг. Ну, как и не отдали. Или вот еще такой очень интересный факт. В 1937 году состоялась премьера произведения Бородина, знаменитого композитора, Богатыри, с новым текстом. И текст написал Гемьян Бедный. И всем известный автор агиток. Бессловно, талантливый человек. Но он писал именно в стиле агитации пропагандами. И он получился в духе 20-х годов. Русские богатыри выступали полными гадами, которые гнетали трудовой народ. И в итоге вышел скандал. Потому что, по новым представлениям, богатыри являлись героями земли русской. Каким они, собственно, в фольклоре предстают. И вот как вы думаете, с какой официальной формулировкой была запрещена пьеса? Вот я думаю, никто не догадается. Заглумление над крещением Руси. Вот так вот. В том же 1937 году с большой помпой было отмечено столетие смерти Пушкина. Дело в том, что до этого Александра Сергеевича как-то не очень упоминали. Разумеется, его не замалчивали. Ну, как-то отмечали. Ну, был такой поэт, дворянский, да. Ну, вроде как был. Ну, и ладно. А тут как раз вспомнили, что Пушкин — это наше всё. Выпустили полное собрание сочинений. И с тех пор вот Пушкин и остаётся. Нашим всё. В 1935 году, она тоже немножко из другого пиры, но вот тоже в рамках пиар-проекта вытащили забвение Владимира Маяковского. То есть это много их тоже удивит, наверное, что Маяковский после своей смерти в 1930 году был забыт. Точнее, его старались забыть, потому что всё-таки его фигура, она слишком возвышалась вот над товарищами из раб, с тричкогонами. А в 1935 году Лили Брик, такая очень своеобразная женщина, но вот здесь, конечно, её заслуга несомненна. Она написала Сталину письмо с просьбой посодействовать изданию полного собрания сочинений поэта. И именно на этом письме Сталин и написал свою знаменитую резервюцию о том, что Маяковский является величайшим и талантливейшим поэтом нашего времени. И вот тогда вот поехала. Маяковского стали, значит, популяризировать, вот, всячески. Ну, теперь мы перейдём к тому же, а что такое, собственно, соцреализм? Потому что это не так всё просто. С одной стороны, это вроде бы как жанр возрождения классических канонов до 19 века. Особенно это видно, например, в живописи. Это просто вторая серия передвижников. Ну вот, все знают картину Фёдора Решетникова «Опять двойка». К примеру. Между тем, существуют две картины именно передвижников на ту же самую тему. Они даже композиционно похожи. Дмитрий Жуков провалился и Алексей Корин опять провалился. Ну, впрочем, тут надо заметить, что тема эта вообще актуальная. Я знаю ещё четыре картины, которые одну английскую, одну еврейскую, какого-то, значит, с еврейским колоритом, одну севрокорейскую и одну тоже отечественную. Ну, то есть, казалось бы, да, это реализм. Но некоторые исследователи считают соцреализм модернистским жанром. И таким же, наверное, как сюрреализм. И сходство есть некоторое. Ведь что такое сюрреализм, например? По-французски сюр означает сверх. У сюрреалистов была идейная основа. Это учение Зюмана Фрейда. Они плясали от него, считали, что вот их творчество это вот выплеск бессознательного, и поэтому они как бы поднимаются над реальностью. Могут показать своим творчеством то, что вот обычным вульгарным реализмом не показать. Что такое соцреализм? Соцреализм основа этому марксистско-ленидскому учению. И считалось так же, что с помощью этого учения они смогут показать скрытые пружины нечто, что не видно на первый взгляд. Действительность описывается не такой, как она есть, а такой, как она должна быть. Не в смысле ее идеализации, сглаживания конфликтов и подобных вещей. Но расстановка сил, противостояние добра и зла, суть конфликтов должны соответствовать заданной генеральной линии. И предполагалось, что художественные произведения, талантливые, талантливо, заметим, созданные по этой схеме, будут и влиять на жизнь. Подтягивать ее до провозглашенных образов. Ну, вообще-то, это совершенно не марксистский подход. Заметим, что как-то искусство может подтягивать, должно все наоборот быть. Там все идет... Ну, Сталин, он с марксизмом обращался тогда достаточно вольно, давайте скажем честно. Он был творческим марксистом. То есть, когда нужно, он за эти рамки выходил. Ну, чтобы понятно было, давайте вспомним, так сказать, хрестоматийную вещь, которая считается классическим социореалистическим произведением. Это поднята целина Шолохова. Ну, среди творческой интеллигенции принято ее ругать. Дескать, произведение плохое и чуть ли не бездарное. Хотя, если сказать честно, единственный упрек, который можно этому произведению значит, дать, это то, что ее автор, автор Шолохов до этого написал Тихий Дон. Ну, то есть, да, поднят сильно хуже, чем Тихий Дон. Это очевидно. Ну, в конце концов, Тихий Дон это уж такая запредельная высота, на которую действительно может быть один раз в жизни, если поднялся, это уже хорошо. Тем не менее, это хорошо написанное произведение, герои там живые, интересно написано, весело, но при этом она очень четко задана на очень, именно в рамках соцреализма, то есть, в рамках идеологии существовавшей тогда. Ну, для примера посмотрим двух отрицательных героев. Отрицательные как-то там вот сразу лучше видно. Первый это Ясаул Половцев или Половцев, но нет, Половцев, наверное, все-таки правильно. Белый офицер, который приехал на хутор гремячий для того, чтобы устроить там восстание крестьян. Человек энергичный, человек смелый. Кроме того, он интеллектуал. По тексту он читает произведения Ленина, потому что врагов надо знать. Ну, согласитесь, не каждый человек будет читать произведения тех, кого... произведения классиков учения, которые он ненавидит. А этот читал. Но при этом он смертник, по сути дела. Вот он собирался поднять восстание. И те вроде даже провелись на это дело. Но тут выходит статья Сталина, головокружение от успехов. И, извините, не крестьяне, конечно, казаки. И казаки сдают назад. Дескать, вот, все объяснилось, недоразумение разрешилось, бунтовать не будем. После этого Исаул с каким-то чертом продолжает околачиваться в данном хуторе. Хотя, ну, понятно, что рано или поздно его выпасут, что и произошло. А почему он там околачивался? Да именно потому, что он смертник. не было отхода, не предусмотрен был отход. Вот он и сидел, что-то там, то ли надеялся, то ли действительно вот в безвыходной ситуации оказался человек. И заметим, что потерпел он поражение не потому, что положительные персонажи, товарищи Давыдов и Нагульный, его умнее или лучше стреляют. На самом деле, по книге умнее-то он и стреляет он тем более лучше. Он их немножко и положил, когда они с дуру полезли его арестовывать. Но, тем не менее, поражение случилось, потому, что такой вход событий. Исторически закономерно, что какие бы враги советской власти не были смелыми, умными, все равно не обречены. И второй персонаж, это вообще, это персонаж один совершенно пронзительный, Яков Лукич Островнов. Богатый казак. Заметим, он кулаком не является, потому, что вопреки сегодняшним представлениям, кулак это не просто богатый крестьянин, это ростовщик. То есть, представитель сельской буржуазии. А Яков Лукич, он является культурником. То есть, он хороший земледелец и хочет выращивать хлеб по науке. Читает умные книжки по поводу сельского хозяйства и так далее. И вот в книге хорошо видно, что он действительно это очень прекрасно разбирается. И он понимает, что колхоз эффективнее, чем единоличное хозяйство. Понимает оно другое. Что сам он никогда такого не достигнет. Выше головы не прыгнешь, как говорится. Ну и даже в Веназе, даже не в советской власти, редко человек вот из небольшого фермера может стать владельцем агрохолдинга. Но с другой стороны собственническая психология от нее никуда не денешься. Вот он хочет быть не наемным работником, он хочет быть хозяином. И это его толкает на сотрудничество с контрреволюцией и в конце концов он совершает уже совершенно чудовищное преступление. Он убивает собственную мать. Опять же, это все очень хорошо психологически прописано. То есть, это не какой-то злодей из голливудского триллера класса Б, который совершает какие-то злодейства только потому, что он злодей. Там это все психологически великолепно прослежено. Как он доходит до жизни такой? Вот типичный образец социализма. Конечно, всегда мне могут возразить, что написано в данном жанре огромное количество халтуры. Это так. Но с одной стороны, а покажите мне жанр, в котором халтуру и бездарных произведений не пишется. В любом произведении, в любом жанре, хоть будь то сюрреализм, будь то классический реализм, или экспрессионизм, бездарных произведений всегда на порядок больше, чем талантливых. Так уж жизнь устроена. Ну, и, во-вторых, к 70-м годам особенно сама идеология советская, она, в общем, прямо скажем просела. Ну, и она выдохлась. Ну, а раз выдохлась, как бы движущая причина, движущая сила, то и произведения стали хуже. Ну, они стали действительно ходульными, стали откровенными, герои стали неинтересными, конфликты надуманными, и так далее. и вот стоит еще такую вещь отметить, что социализм это далеко не только советское явление. Он существовал и в других странах. Мало того, он существовал далеко, не всегда на коммунистической основе. Ну, для начала вспомню коммунистическую основу. Это, прежде всего, французский писатель Луи Арагон. Примечательно, что начинал именно как сюрреалист. В компании с другим французским писателем Анри Бретоном он написал манифест сюрреализма, который, собственно, идеологически обосновывает данное течение. Впоследствии они разругались. Бретон подался в троцкисты и на пару уже с Троцким написал другой манифест, который назывался манифест революционного искусства. А Луи Арагон, он оставался до самой смерти в рядах Коммунистической партии Франции и его романы, ну, например, «Вербное воскресенье», достаточно известный роман, тоже, кстати, хорошо написанный, про революцию 1848 года, он написан просто в рамках соцреализма. и теперь приведем совершенно феерический эпизод. Это писателя Леона Юриса. Это еврейский писатель, американский еврей. К Советскому Союзу он не имел вообще никакого отношения, никогда здесь не был и вряд ли особо знаком с произведением советских писателей. Тем не менее, он написал бестселлер, который до сих пор остается чрезвычайно читаемым, называется «Исход». Посвящен он становлению государства Израиль. И написан он исключительно с позиции сионизма. Написан, кстати, блестяще, надо сказать, что действительно читать очень интересно. И вот, хотя я, прямо скажем, сионизм не люблю, как, впрочем, любой фашизм, но вот сочувствуешь этим героям. Действительно, читая, проникаешься, что да, евреи правы, вот только-только-так-так-так можно делать. Вот, и при этом, повторюсь, все каноны соцреализма в Роданном романе присутствуют. Недаром иногда этот роман в шутку называют еврейской молодой гвардией. Хотя он гораздо шире, чем молодая гвардия, гораздо масштабнее и, честно говоря, гораздо талантливее. Ну, а теперь вернемся к нашим дорогим писателям. Вот Союз Советских Писателей часто говорили, что это вот некий барак, чуть ли не лагерный. Но если это был барак, то барак очень даже комфортный. Недаром, что как только создали ССП, все другие творческие люди, композиторы, художники, кинематографисты тут же начали активно возмущаться. Как-то у них есть, а у нас нету. Хотим тоже. И создали в результате. Правда, несколько позже. Но при этом барак был очень даже комфортный. Наверное, никогда ни до не было такого. И после, я думаю, никогда не будет, если, конечно, нас социализм не вернется, на что я надеюсь, таких условий для писателей. Люди действительно могли писать и больше ни черта не делать, и при этом жить в среднем гораздо лучше, чем среднестатистический советский трудящийся. Причем заработки, они шли не только от книг. Что интересно. Хотя оплачивались книги, в том числе и стихи, тоже очень неплохо. Например, поэзия шла в Советском Союзе по 4 рубля за строчку. Если посчитаете, неплохо выходит, если особенно поэмы писать. Потому-то, кстати, все поэмы так любили писать. Ну, например, был такой очень интересный способ зарабатывания денег как творческие встречи с трудящимися. То есть люди приходили на завод или там в научно-исследовательский институт или куда-нибудь еще, говорили что-нибудь там об искусстве или о своем творческом нелегком труде и получали за это деньги от правкома. В рамках этого, у правкома были на культурные мероприятия выделены средства, выделяли средства правкомам. И платили за это по 25 рублей. Будет смеяться, кто жил при советской власти, помнит, что такое 25 рублей. А это платили за то, что вот так вот посидеть, немножко языком помести. Что существовало такое, такой вид мошенничества в СССР. Фальшивые писатели. То есть человек выдавал себя за члена ССП и красил себе, значит, встречался с читателями. Ну, кроме того, напомню, что писателями полагалась такая совершенно замечательная вещь, как творческой командировки. То есть человек за государственный счет, точнее, за счет союзописателей, ну, так, честно говоря, это был государственный, ехал куда-то, смотрел, что-то, набирался, так сказать, впечатлений. Ну, разумеется, ему показывали то, что вот просто так не увидишь. То есть, вот сейчас, вот попробуйте, например, поехать на Камчатку. Вот и посмотреть в интернете, сколько это будет стоить. Особенно, если вы там хотите не по набитым туристским маршрутам, пройти, а посмотреть что-нибудь там в стороне. Тогда это люди, мало того, что получали за это командировочные, оплачивали им проезд. Ну, кроме того, мы писателей встречали очень хорошо там это, банки, банкеты, подарки и все такое. Недаром, почему мошенники писательствовали. И стоит отметить еще об отношении Сталина к писателям. Опять же, очень любят сейчас смаковать кровавую губню, которая писателей гнобила. Ну да, кое-кого гнобила. Я тоже рассказывал об этом, случалось. И потом тоже, и после смерти Сталина гнобили. Но на самом-то деле все было не так страшно. Известно фраза Сталина «Других писателей у меня для вас нет». Но мне неизвестно об какой причине она была сказана. А сказана была по следующей причине. Дело в том, что во время войны, особенно в начальный ее период, в 41-42 году, некоторые творческие личности, извиняюсь за выражение, здесь опять же, высказывались вполне в духе Смердякова. Дескать, страна у нас варварская, да еще и коммунистическая. А вот хорошо бы немцы, культурная нация нас завоевали и будет все хорошо. И НКВД об этом прекрасно знал. Да, заметим, вот так высказывался, например, Корней Чуковский, такой писатель. Не последний. Пришвин, тоже не последний писатель. И некоторые другие. И когда об этом сообщили товарищу Сталину, вот он сказал знаменитую фразу. В другой стране правильно. Это был пиар-проект. В нем работали сотрудники, талантливые сотрудники. Ну и черт с ними. Вот пускай они работают, а что они там говорят на кухне, то мы переживем на эту тему. А теперь посмотрим. Давайте в заключение посмотрим, какие результаты оказались этого проекта. А результаты-то хорошие. Поколение тех, кто был воспитан на поднятоцеление, на повестях и рассказах Аркадия Гайдара, на стихах Симонова и Твардовского они сумели остановить немцев. Вот именно в том числе и потому, что они читали такие книги. Как ты в Усоцку, помнишь? Помните? Значит, нужные книги ты в детстве читал. А поколения, которые были воспитаны на мастере Маргарите, в 91-м году пустили страну псу под хвост. Вот, как говорится, что лучше, какая литература была лучше, есть о чем подумать.